И еще про маски я вам хочу рассказать И заодно Принести благую весть В общем, что случилось Случилось то, что В магазине подружка Начали продавать Тони Молли Девочки, вы представляете В магазине подружка Я сегодня Точнее уже вчера Зашла в магазин Подружка за лаками У них там вышла новая весенняя коллекция Пингапы Это линия, которая выпускается Магазином подружка, линия лаков Зашла я за ними И я слышу, как на кассе девушка предлагает Другому покупателю, который уже пробивает товар Она говорит, а вот посмотрите У нас Приехали новые маски Не хотите ли вы попробовать Вот в кружке скраб И у меня так Уши такие В кружке скраб Ага И я оборачиваюсь И смотрю И что я вижу Стоит на кассе скраб Тони Молли в кружке То есть их знаменитые кружки Я в таком восторге Думаю Так, пошла по рядам Там, где стоит косметика Там, где встречается корейская косметика И смотрю, правда, есть Некоторая часть товаров от Тони Молли А именно Средства в кружках Это скраб Это маска Они прямо идут в кружечках И помните, я вам давно еще показывала Утреннюю кружку Так называется Это маска Утренняя кружка То есть там надо было смешать Сливки С кофе якобы Но это не кофе, конечно Просто какая-то масочка И закрыть И так держать в холодильнике И наносить на лицо Так вот И я уже потом В одном из следующих видео Рассказала, что уже эту кружку Сняли с производства И выпускают в тубе Уже готовую смесь Ну, в общем, то же самое Но в тубе Вот эта утренняя кружка В тубе тоже Продавалась в подружке Скраб Маска в кружках Потом Во фруктах Ну, в виде фруктов Кремы для рук С персиком С мандарином Потом в виде маленьких фруктов Бальзамы для губ Там вишенка, я помню Тоже персик, по-моему Кремы для лица И маски Тоже во фруктах То есть Пилинг крем В зеленом яблоке Дневной Крем В красном яблоке Либо он не дневной Но, в общем, просто Универсальный крем С яблоком и медом В упаковке Красное яблоко Так Отбеливающая маска Томатная Томатокс Знаменитый Тоже там продавался Потом средства в яйцах Вот я уже купила одно Во-первых, продавалось Моя любимая основа Мой любимый праймер В золотом яйце Который я вам так нахваливала Он у меня давным-давно Закончился И теперь мы можем Его купить в магазине Подружка Но я его сейчас Не стала брать Потому что у меня Еще полбанки Где-то праймера Ну, аналогичного От Леоэлли И мне нужно сначала Его закончить А потом обязательно куплю Такое яйцо Ну, такое Только золотое С праймером От Тони Молли В общем, там несколько разных яиц С разными средствами Я выбрала себе в этот раз То яйцо, которое я еще не пробовала Это стягивающая поры маска Как вы видите Ну, так как я сказала Что только сегодня А точнее, вчера Купила эти средства Ну, я еще не пробовала Просто хотела вам показать И рассказать Ну, точно так же Оно выглядит Идет в яйце В таком В коробочке Открывается здесь Бутафория То есть это Просто Как сказать Зряшная трата Места На самом деле Вот весь продукт Находится вот здесь Отгибаем И Вот такая маска Там Пахнет как Пахнет Аптечно Немножко Вот Обязательно попробую Еще ничего пока не знаю Стягивает Не стягивает она поры Но Отзывы на нее неплохие Попробую Расскажу как-нибудь И также у них На отдельном стенде В подружке Висят Маски Тряпки И вот такие Гидрогелевые маски От Тони Моля Гидрогелевые маски По-моему Там двух видов Вот такие С улитками И аналогичные Но в более темном Оформлении Со змеиным ядом Со змеиным ядом Идут как антивозрастные В основном А вот с улитками Мультифункциональные Боли Я очень люблю Улиток Тони Молли Я вам уже Их много раз Нахваливала Говорила Говорила Что это Одни из самых Эффективных Улиток Для меня Я пробовала От Мизон От Миша От Тони Молли Может быть еще От кого-то Но вот именно Тони Молли Для меня Оказались Самыми эффективными И в этот раз Я решила Взять то Что тоже еще Не пробовала Это гидрогелевая Маска для лица Так Улитка Та-та-та-та-та Маска содержит 70-70% Фильтрат Улиточной слизи Интенсивно Улажняет Улучшает Водный баланс Кожи Снимает Отечность Выравнивает Тон кожи Разглаживает Морщины Улучшает Эластичность Кладем на полчаса На лицо Потом Удаляем Смываем остатки А нет Не смываем Остатки А оставшиеся Распределяем Массажными движениями И оставляем До полного впитывания С удовольствием Попробую И также Эти патчи Под глаза Как вы видите Там Я надеюсь Так Я надеюсь Видно Надеюсь Что все-таки Что-то видно Там в общем Достаточно много Жидкости Патчи тоже Гидрогелевые И Так 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 Здесь не написано Скольки процентный Фильтрат Улиточной слизи Но Остальное описание Очень похоже Но практически Идентичное Единственное Что отставлять их Под глазами Нужно на 30-40 минут То есть Времени должно быть Полно Чтобы это сделать По ценам Цены Удивительно Не грабительские Как я Обнаружила Например Вот эта маска Стоит 229 рублей Патчи Стоит 179 Рубль Яйцо 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 Сейчас я скажу Оно стоит 395 рублей Это цены До скидки То есть Если у вас 15-20% Скидка То отнимайте И вообще Будет шикарно На самом деле Это такие цены По которым По которым Мы Заказываем Эту косметику Из Азии Примерно Примерно Один уровень Цены А еще Если взять С учетом того Что рубль Сейчас упал По отношению Ко многим Важным валютам То Вообще Получается Очень выгодно И надеюсь Что косметика Тони Молли Приживется В наших подружках И будет пополняться Ассортимент И появятся Мои любимые Средства Которые С улиткой Как это называется Лосьон Или тонер Или сыворотка Ну вот помните Я вам рассказывала Про Мои любимые средства Тони Молли Улиточные На котором Не было написано Что это такое Вот И так же Я надеюсь Что появится Мой любимый Слипинг пэк Который называется Дюл эффект Я им до сих пор Пользуюсь До сих пор Очень им довольна И надеюсь Что его тоже Когда нибудь Привезут И Вы сможете купить Это чудо Близко к дому Можно так сказать Так Далее Что касается масок Это маска Для волос На основе Органового масла От Skinfood Как обычно Я это делаю У меня это набор Пробников В каждом наборе По 10 штук И в каждом Пробнике Я не вижу Сколько миллилитров Но в принципе Достаточно Для того Чтобы Распределить По волосам И сделать маску Ну может Не по всем Но я все равно Не наношу Прямо До самых корней Я беру Вот эту Отросшую часть И На нее Наношу Так Как сделать На нее Наношу И Держу Неплохая маска Но если честно Без восторгов У меня Я не думаю Что Это будет Не знаю Что это у меня Будет первым делом Повтор Вот этой маски Например Маски От планеты Органика Действуют Не хуже Если их Подержать Такое Достаточное Время На волосах Так что В принципе Неплохая Да Обеспечивает Какое-то Увлажнение Немножечко Разглаживание Но Без чудес Так Дальше Дальше Я говорила Много раз И показывала И в фаворитах Он мне фигурировал Тонер От Ходолаба То есть Тонер с гиалуроновой Кислотой Который Я наносила После умывания Поверх этого тонера Остальной уход И этот тонер Был до того Прекрасен Что Он Обеспечил Мне настолько Хорошее увлажнение Что иногда Я обходилась Без остального ухода То есть Наносила только Этот тонер Он меня избавлял От сухости Начисто Особенно Если это было Например Лето И как-то было Жарко И не хотелось Нагружать кожу Какими-то кремами Я наносила Только этот Ходолаба И все Ну а Когда кожа Не знаю Становилась Больше к сухости То он Оказывал Поддерживающее Тоже действие И усиливал Можно так сказать Действие Остальных Средств Ухаживающих Он у меня Благополучно Закончился Очередной Флакон Я решила Сэкономить И купила На САСе Аналогичное Средство Которое От марки Жужу Это тоже Японская Косметика Жужу Косметикс Называется Это Аквамоист И это тоже Тонер С гиалуроновой Кислотой Фигня Не понравился Избавляет От сухости Но ненадолго И не так Хорошо Увлажняет Как это делал Тонер От Ходолаба Я им пользуюсь Уже очень-очень Давно Конечно же Продолжаю пользоваться Потому что Другого Тонера С гиалуронкой У меня нет И я решила Не заказывать Пока не добью Этот Потому что Если я закажу Ходолаба Этот будет стоять 100% Ну осталось У меня немного Я его обязательно Добью И думаю Что не буду Его больше заказывать Вернусь К своему Любимому Ходолабу Он стоит Конечно В два раза дороже Или около того Но Он работает А этот Практически Совсем Не работает Так что Не рекомендую Мне не нравится Покажу вам Средство Которое Заказываю Для мужа Это тоже Ходолаба Тоже Линия Вот эта С красной Полосой Увлажняющая С гиалуроновой Кислотой И это уже Сыворотка То есть Тонер Это как Густая вода А сыворотка Это как Молочко Похоже на Молочко Вот Это средство Мой муж Использует После бритья Уже Наверное Третий Или четвертый Флакон У него В ходу Очень доволен Действительно Хорошо Увлажняет Практически Не пахнет Никак Не раздражает А наоборот Снимает Раздражение Когда-то Давным-давно Я купила Это средство Себе Для своего Летца Но Оно мне не подошло Почему-то Оно мне стало Забивать поры И вызывать прыщи Удивительно Но Не знаю Ну Казалось бы Молочко Может Забивать И вызывать Прыщи Но Например Молочко С арбутином Мне такого Не делает А вот Именно Вот это На следующий День Стабильно Были от него Прыщи Не сразу Но со временем Так стало Потом я его дала Отпробовать мужу После бритья Он остался В полнейшем Вообще В восторге И Теперь мы ему Стабильно Покупаем Вот это средство Оно правда Подорожало И объем уменьшился И цена повысилась То есть оно стало Вообще Какое-то Дороговатое Но Так как его хватает На очень-очень Долго И муж Там Я не знаю У него Всякое косметическое Средство Там чуть ли не год Может держаться Ну Поэтому Цена в пересчете То есть На Количество Использования Получается Очень-очень Выгодная С учетом того Что средство Эффективное Приносит Удовольствие Приносит Какую-то пользу Лицу То Хорошая вещь В принципе Если У тех ребят Которые меня смотрят Либо У Мужчин Тех девушек Которые меня смотрят Есть какие-то Проблемы с бритьем Например Суперчувствительная кожа После которой После бритья Которой нужно Что-то максимально Мягкое Но Тем не менее Очень увлажняюще Эффективное То Я рекомендую Вот эту сыворотку От Ходолаба С гиалуроновой кислотой Вот с красной полосой Следующий тонер Который у меня появился И который стал Очередным Моим фаворитом Это тонер От На руку Вот так он выглядит Эпплсид Энд Трианексамик Эйсид Ваааа Я не знаю Как это прочитать В общем С какой-то там Фиговой кислотой И с экстрактом Яблочных косточек Что он делает Он щипет Он может даже Слегка Жечь Но после него Такая кожа Он ее выглаживает Он Максимально быстро Помогает справиться С воспалениями Если они есть на лице Он стягивает поры Он выравнивает Общий тон лица Я боюсь его перехвалить До того он мне понравился Вот так еще раз Выглядит флакон По-моему у них Видоизменилось Сейчас оформление То есть здесь мы видим Сиреневый полупрозрачный флакон С бирюзовой наклейкой А сейчас я заходила На сайт на руку И я у них вижу Полностью бирюзовое оформление Я не знаю Это та серия осталась Или я просто Невнимательно посмотрела Но вот Именно сиреневый С бирюзовым Я не нашла Ну я надеюсь Что это та же серия Просто в другом оформлении Потому что Я очень хочу повторить Вот это И когда я искала отзывы Уже после того Как я поняла Что это же волшебное средство Неужели о нем никто не знает Я начала искать отзывы И попала из поисковика На сообщество Сасомания В живом журнале Очень известное сообщество И девушка Девушка оставляла отзыв Хороший отзыв С комплексным Полноценным использованием Все линейки этих средств И Этот отзыв был для меня Тоже полезен Потому что Эта девушка Написала Какие средства эффективны Ну по крайней мере На ней были А какие нет Ну вот это средство По-моему Она назвала эффективным Ну вот оно на мне эффективно И я могу с уверенностью сказать Что на мне оно сработало Это вот такая вещь Я хотела заказать Слиппинг пэк Еще из этой же серии Но вот та девушка сказала Что он Неэффективный Не классный Поэтому я передумала Вот И по-моему Она хвалила еще сыворотку Ну в общем Если вы наберете Название вот этой серии Эпплсид И так далее И Увидите Отзыв на Сасомания Сообщество То Вы можете сами Прочитать Полноценный отзыв В общем Эта вещь мне понравилась У меня не так много Новых фаворитов Кстати Именно поэтому Я не стала снимать Видео об азиатских Фаворитах года Потому что у меня В основном Осталось все Старое Но Из нового У меня добавилось Вот этих два Фаворитов Умывалка От Ходолаба И лосьон С этими Яблочными Косточками От Наруку Больше у меня Других азиатских Фаворитов Новых нет Все остальное Старое Вот Эти две вещи Я рекомендую И сама себе И тем У кого Кожа Наверное Немножко Как-то похожа На мою И бывают И проблемы И сухость Одновременно И нос Бывает что Жирнится И бывает Что какая-то Кака на бороде Выскочит Но при этом Кожа все равно Сухая И шелушится В общем И поры еще У меня вот здесь Вот здесь Вот возле носа Расширенные поры Они у меня всегда Были расширенные Там Сколько себя помню По-моему По-моему Это как у моего Папы Вот И ничем Это не стягивается Хотя они чистые У меня нет Забитых пор Но они не стягиваются Вот Ну вот с этим Лосьоном Более-менее Они стали стянуты Ну по крайней мере Не такие прям Кратеры И в остальном месте Ой Кожа была прям Вообще Я не узнавала Себя в зеркале В общем Такое средство Даже Боюсь сглазить Очень рекомендую Вот эту вещь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому